Роды делятся на два основных периода – схватки, потуги и последовый период. Рассмотрим основные предвестники. Дно матки становится толстым, а снизу истончается. Это и проверяют гинекологи преддверии предполагаемой даты родов. Опускается живот, хотя и не у всех, или может стать ниже, как за пару недель до родов, так и за пару часов. Появляются тренировочные схватки, долгий перерыв между схватками, а сами схватки короткие. Отхождение слизистой пробки, хотя ее не все роженицы замечают, возможно, за 2-3 недели до родов. Настоящие схватки сильнее, продолжительность схваток увеличивается, а время между ними сокращается. Отхождение около плодных вод, хотя чаще пузырь прокалывают уже в роддоме. За 2-3 недели до предполагаемой даты родов, начинайте делать массаж промежности. Активно массируйте соски груди. Роды начинаются с выработки окситоцина. Поясницу лучше держать выпрямленно. Для облегчения своего состояния в схватках рекомендуется ходьба. Давление на крестец в этом случае будет меньше. Выбор удобной родовой позы, вертикальная, с легким приседанием, поза ребенка, руки вытянуты вперед, ноги в коленях, согнуты и широко раздвинуты. Раскачивание бедрам и из стороны в сторону смычанием, подпрыгиванием на фитболе с вытянутыми руками вверх. При сильной схватке можно делать упор в стену или подоконник. Принятие душа. Особенно помогает после клизмы прогревать поясницу, что способствует открытию шейки матки и расслаблению. Возможно принимать и контрастный душ. Визуализация. Представлять себя чем-то мягким, заполняющим всю комнату, представлять себя в безопасном месте. Отдых также очень важен в родах. Рекомендуется привлечь на левый бок и закрыть глаза. Можно сочетать с визуализацией. Танец. Подходят любые движения бедрами, также можно слушать музыку. Разговор с малышом. Это будет успокаивать и вас, и вашего ребенка. Доктор подходит к роженице примерно один раз в час и проверяет открытие. Если раскрытие шейки матки слабое, врач принимает решение о стимуляции родовой деятельности. Дыхание в первом периоде родов полное. Сначала вдох с животом, присоединяем грудную клетку и делаем до-вдох. Выдох в том же порядке живот, грудь до-выдох. Глубокий вдох и удлиненный выдох в перерыве между схватками. Полное дыхание и коротко насос или собачка при очень сильных и болезненных схватках. Так перед врезанием головки малыша в таз кажется, что это одна долгая непрерывная схватка. Далее схватки переходят в потугу, ощущение, будто схватила и тянет вниз, хочется в туалет. Схватка длится 45 секунд. В туалет женщину уже не отпускают, переживая, что она может родить в унитаз. Начинается основной процесс родов, когда головка малыша уходит в таз матери. Женщина укладывается на родовой стол. Если акушерка видит, что кожа промежности уроженицы белеет, говорит, женщине не тужится. В этот момент лучше дышать собачкой. Если возможен разрыв тканей промежности, акушерка принимает решение делать аккуратный разрез и пизиотомию. Это не болезненно. Неприятно может быть лишь при зашивании, так как адреналин после родов начинает снижаться. Когда головка малыша встает как надо, акушерка говорит тужится. Женщина должна сделать глубокий вдох, задержать дыхание где-то на 45 секунд и тужится в это время. Обычно советуют прижимать голову к груди. Когда почувствовали, что пошло движение вниз, расслабляемся, чтобы дать малышу выйти. Две-три потуги и рождение происходит. Рождение плаценты. Обычно достаточно одной-двух поток после родов. Что же важно после родов? Отдайте плацентарную кровь ребенку, то есть пока плацента не перестает пульсировать, ее не должны перерезать или передавливать. Прикладывание малыша к груди матери должно произойти, если не сразу, то в течение первых двух часов от рождения ребенка. Прикладывают к левой груди, чтобы малыш чувствовал привычный звук материнского сердцебиения и был спокоен. Два часа после родов женщина лежит с холодным песком на животе. Также мы советуем лежать 15 минут с грузом и 45 минут отдыхать, скидывая его, пока никто не видит, если женщине тяжело. В роддоме до выписки лежат обычно 3-4 дня. Это время нужно больше лежать и отдыхать, даже если зовут на процедуры, в очереди рекомендуют полежать на кушетке или дожидаться своей очереди в палате. А как проходили ваши роды? Напишите нам в комментариях.